Зеленский крутой? Мы давно не виделись, сто лет не общались. Зеленский, которого я знал, крутой. Чем? Крутой, веселый, классный парень. Офигенный, смешной чувак. Классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый, вообще не офигенный пацан. Я говорю пацан, потому что я его знал. Мы давно очень не виделись. Именно как веселого, классного, офигенного пацана. Теперь это президент страны. Добрый день, друзья. Не добрый день во мне, другие. Это видео опубликовал Небоженов в своей телеге с подписью «Павел Воля ходит по тонкому льду». Но это не очень корректно, конечно. Контекст поменялся, видео записывалось, когда Зеленский стал президентом. Никто не подозревал, что он превратится в самого высокооплачиваемого актера в мире, который миллиарды заработает на войне, на убийстве своего народа. Но не своего, а украинского. А в принципе, ребята из комедиклапси к нему хорошо относились и относятся, наверное, многие сейчас. Александр Ревок еще год назад называл его своим другом. И в принципе, те люди, которые его знали, с теплом о нем отзывались. Я помню, его говорил уже один раз во время этих тусовок на яме, на ВГТРК. И он очень хотел работать на российском телевидении. Мечтал стать поближе к Танюсику, к Тане Лазаревой. Вот интересно, девки пляшут, конечно. Судьба сложилась. Ненавидел хохлов, совершенно вот этих рагулей. Шутил очень много по этому поводу. И, по-моему, не знал, я уже говорил. Ну, песня совсем не о том, что сейчас так стремительно развиваются события, война идет, и не только информационная, что, конечно, все вот эти вещи, которые оставлены в сети, какие-то видео, какие-то интервью, их можно использовать очень по-разному. Я не знаю, как настроен резидент страны НАТО и обитатель города Дубайска Павел Волик. И не считаю, кстати, ни то, ни другое, ни то, что он там работает в Эмиратах с каким-то проектом, и не то, что он там живет. В Прибалтике нормально абсолютно я к этому отношусь. Действительно, никакого стеба нет. То, что у него на уме, я не знаю. Но использовать вот эти видео многолетней давности, сейчас их выкладывать, и с такими подписями, ну, я считаю, провокативно. Хороший парень. Мы дружили, дружили с командой КВН 95-го квартала, и играли вместе в КВН. Он, как человек, действительно хороший, умный, веселый парень.